И подвиг, и память, и песня. Под таким названием в Центральной городской библиотеке имени Ивана Шухова прошел вечер памяти. Пригласили на него ветеранов войны, тружеников тыла. Они рассказали молодежи о тяготах тех дней. Побывала на встрече и наша съемочная группа. Почтили память погибших на передовой минутой молчания. После прозвучали в зале военные песни. В сердце словно отчаянный, но не умолчный, звучит мир, но не умолчный. Каждая строчка для присутствующих – отдельное воспоминание. Геннадий Назарович родился через три года после окончания войны. Его не покидают отрезки памяти о тех временах. Родители рассказывали об ужасных сороковых. У меня воевали два отца. Мой отец и отец моей жены. Они обои брали Берлин. И обои расписались на Архистаге. У меня есть воспоминания об отце, который мне рассказывал, как он водителем. Они гнали колонну машин к линии фронта с горючим. И в это время произошла бомбежка. И в это время машина загорелась, и папа обгорел 75% его тела. Мама его выходила, и нас вырастили. Рассказы о дедушке помнит Иселема Амаева. Пришла на литературный вечер, чтобы узнать судьбы других. У меня дедушка дошел с Дагестана до Берлина без единой раны. И сегодня я узнала многие истории других людей, других военных, которые также воевали за нашу родину. Многие люди поплатились своими жизнями за наше мирное небо. Я думаю, что, учитывая на данный момент ситуацию в мире, слова, которые были нам привязаны с самого детства, они имеют большую роль. Примером отваги и мужества являются ветераны для 12-летнего Рамиля Хабибуллина. Четыре года он входит в состав военно-патриотического клуба «Жас-Сарбас». Пришли они с ребятами поблагодарить ветеранов. Они рассказали, как было плохо в тех временах, когда бабушки и дедушки воевали за нас, за нашу жизнь, за наше поколение, чтобы мы мирно жили. Я хочу стать военным. Я поступлю в училище, где и школа, и какие-то физические цели можно добиться. Там всего можно стать военным, чтобы стоять за свою родину. Посвятили здесь время и стихотворениям, завершили трогательной песней. Гизель Закарья, Казбек Аркбаев. Итоги дня.